Господи, боже мой, можно сказать, что я был свадебщиком еще до того, как я стал свадебщиком. Он несколько дней не мыл волосы, у него есть личная история трагическая. Ну что, поехали. Сегодня наша тема это портрет, точнее называется она вот так. Классный портрет и откуда он берется, и мы на эту тему порассуждаем. Значит, что мы сегодня с вами обсудим? Такие пункты я подготовил. Мы будем очень много смотреть фотографии, говорить на конкретных примерах, потому что фотографии надо говорить на конкретных примерах. Ну и, соответственно, вот эти вот пункты. Первый вопрос очень интересный, что, собственно, главное в портрете, на что обратить внимание, на чем оставить акценты, приоритеты. Второй вопрос очень клевый, ибо что людей не мыслит так, а зря абсолютно. Он такой, как создать условия для классного результата. То есть ведь хороший портрет начинается еще задолго до съемки, да, и мы об этом поговорим. Дальше очень просили такую тему раскрыть, как работа и коммуникация с тем, кого вы снимаете, и постоянно это просят. Вот, ну, в простонародье, как общаться с моделями. Но тут вопрос не только в общении, да, и в режиссуре, и в атмосфере, и в том, что люди ощущают, когда вы их фотографируете. Потом позы, эмоции и действия в кадре мы обсудим. Тоже важная вещь, которую многие люди упускают. Они делают портреты, но там не очень раскрыта эта тема. Мы поговорим про фотогеничные образы и локации. Вообще уместно ли так говорить, да, фотогеничные? То есть какие-то, которые вот подходят для фотографий лучше, чем другие. Наверное, это имеется в виду, слои фотогеничные, хорошо выглядящие на фотографии. Дальше мы поговорим про композицию и свет в портретной съемке. Конечно, они играют огромную роль от инструмента. И что еще важно, еще какие-то моменты у нас сегодня будут. В общем, поедем. Поехали, понеслись. Еще, конечно, интересный вопрос, что в портрете плохо. Тоже возникает такое. Если есть хорошо, есть плохо. Что такое плохо? Кстати, вот забавно, но с плохо всегда гораздо как-то проще. Потому что, ну, всегда понятнее, что плохо, чем как сделать хорошо. Вот начинаешь открывать интернет, и там такое большое количество картинок, ты на них смотришь, и такое сразу... Вот здесь, наверное, даже хор, можно сказать, да. Что тут не так, да? Вот, ну, помещенница мрачная, диванчик такой не очень стильный. Девушка сидит напряженная, и выражение лица у нее какое-то напряженное. Ну, то есть поза у нее такая немножко странноватая. Ноги куда-то и попу уехали, прям провалились. Ракурс, потому что такое не с лучшей высоты. Ну, короче, здесь вот ты смотришь на картинку, ты, в принципе, понимаешь, что здесь не так, да. Можно по пунктам перечислить и сказать, там, да, кадрирование не очень. Ну, даже ладно, хорошо, оставил бы человек это в свободное место, но почему там и дивана нет заканчивается. Или вот такую картинку открываешь, тоже смотришь. Ну, вот у нее свет такой не очень хороший на ноге дрябло, смотрите, по образу, да, по одежде. Господи, боже мой, какие-то ботинки, трусы и часы. Тут немножко странно. Камера упала как-то вбок. И, знаете, бывает хорошо, когда камера наклоняется. А бывает не это, нехорошо. Вот здесь нехорошо, как-то камера наклонилась. Вот здесь вот тоже смотришь, думаешь, ну, вот, наверное, начнем с того, что пиджак с голыми ногами делает эти ноги очень короткими. Какой-то слишком яркий свет от окна, который прямо так заблинил лицо и вот сделал его таким плоским, половину лица выдал. И дымок этот такой несуразный, его бы равномернее как-то размахать, а он такой ярко бросается в глаза очень этот дым, но до девушки даже не доходит. То ли его пришопили, то ли надымили, так и правда как-то несуразно мимо. Наверное, так нашел сквозняк, и дым никак не хотел к окну подходить. Или вот смотришь на картинку и такой, блин, ну, что свет-то такой жесткий, лицо как-то сплющило с одной стороны, с другой стороны темное, щека такой дряблый смотрит. Руки такие какие-то несчастные, темные позы рук. И опять напряжена очень, да, девушка. Хотя стена, в принципе, такая прикольная бетонная стена. Не могу сказать, что она очень плохая. Вот, или вот картинка. Ну, здесь вообще яркие фланы. Смотри, она в украшениях, кстати, одета. Но что-то с ней не так, да. Много таких картинок, да, плохих. И мы сегодня не будем разговаривать о плохих картинках, потому что иногда я делаю сравнения, показываю, но давайте просто, ну, потому что можно бесконечно разглядывать всякие косяки и неудачные решения, но, наверное, лучше задуматься об инструментарии для создания решений удачных. И поэтому мы поговорим. Вот на этом плохие картинки закончились раз и навсегда. И мы сейчас с вами попробуем дефинировать портрет как жанр. Это очень интересный вопрос. Портрет как жанр. Потому что есть определение портрета такое совсем простое, ремесленное, да. Это, ну, и давайте говорить, изображение в основном головы и лица человека. Вот что-то такое вот. Вот он смотрит там обязательно в камеру или на художника. Обязательно его хорошо видно все лицо, ничего не мешает. Обязательно ничего особого вокруг нет отвлекающего. Если есть, там оно или размыто, или практически отсутствует. Лучше вообще на ровном фоне. Достаточно тесное очень часто случается, как у меня здесь. Или даже вот такое, вот еще теснее кадрирование. Вот, кстати, хорошие портреты на документы. И в таком понимании с портретом, конечно, все ясно. Потому что таких вот портретов я не снимаю практически. Потому что это просто скучно. Я не понимаю, как выражать из них что-то. Сейчас мы посмотрим на очень странный такой подход. Вот я покажу картинки, которые вообще не портретны. И в фотографии тоже есть такие некие корни. Фотография начинается с улицы. Жанр, репортаж, можно по-разному это назвать. Грубо говоря, зарисовки жизни людей. Когда нет постановки, а вот есть фотограф, который шел, увидел и заснял какую-то историю. И такого очень много. И, собственно, огромное количество существует классической фотографии. Такого типа а-ля Брисон, Дуано и так далее. И до них еще раньше это было. И вот эта вот история. Но когда ты снимаешь жизнь людей, ты снимаешь жизнь людей. Люди – это самое главное, что вокруг нас. В принципе, их больше всего и больше всего внимания. Ты начинаешь все-таки именно на этих людей обращать и фокусироваться. И даже вот в этих жанровых кадрах ты просто видишь какой-то момент, какую-то эмоцию. Вот человек там взглядом проводил женщин. И я успел это сфотографировать. Это, кстати, старые. Да, кстати, портрет Аки в окружении. Мне кажется, это портрет этих рыбаков. Если еще быть точным, эта фотография – это портрет того человека, который смотрит на рыбаков, который ловит. А вот это портрет такого портрета. Это смешно, но начинал я тоже с более репортажной фотографии жанра стрита как раз очень-очень много лет назад. И вот тогда уже ты все равно, снимая такую фотографию, то есть просто ловя моменты из жизни, ты попадаешь все равно на какие-то эмоции, на каких-то людей. Очень интересно, кстати, вот тут две девушки, они почти как близнец. А за ними сзади такая большая в темных очках идет звезда, наверное, какая-то. Или вот такой дядечка у метро Маяковского зазывал в ресторан. Чем-то похож на Пушкина, но очень такого спившегося и странного. Вот такая вот история, да, какая-то молодежь. Молодежь всегда занимается своим. Парень сидел, мой знакомый. Вот просто внизу девушки лица, да, девочки бегут мимо. То есть кадры, в котором происходят какие-то действия, есть окружение или, может быть, ландшафт, есть какие-то эмоции, события, движения, но при этом человек все равно остается главным в этой истории. Да, когда главный герой этой истории и человек, но это история. То есть, говоря о портрете, я, в принципе, стараюсь выйти за рамки, сразу практически сегодня, да, за рамки понимания портрета, как просто изображения человеческого лица. И даже маленькая фигурка, она может быть в каком-то смысле портрете и что-то рассказывать о людях и показывать это. То есть почему бы нет? Вполне может быть. То есть в этой картинке не столько фиксация портрета, сколько эмоций человека, но они переданы через ракурс. Через что здесь передаются эмоции, да? Через ракурс, через вот это ощущение полета такого маленького Гагарина, через эмоцию этого человека. Странно, мы не видим его лица, это девушка, кстати, но мы видим ее эмоцию, и это очень здорово. Мы ее как бы угадываем даже, наверное, в каком-то смысле. Или вот, тоже люди уходят спиной, но при этом, ты мне напомнил фильм, такой был у Такеши Китана, который назывался «Куклы», да? И через позу этих людей мы все равно читаем отношение к ним. И даже иногда у тебя вообще нет человека. То есть вот она, гостиница Прибалтийская в тумане, и все. Но даже когда ты смотришь на этот пейзаж, ты ощущаешь его некую историю баланса, думаешь, вот сюда бы, вот здесь сейчас, сюда бы вот этого человека поместить. Представьте здесь человека с гримом Орликина, такого грустного в пальто, и с гримом Орликина или Пьеро, там, не знаю, вот он стоит посередине, как бы это было здорово. Отсюда идет мое понимание портрета. Мое понимание портрета родилось, в принципе, на улице. И идет от стрит-фотографии, от ловли, от жанра. Вот. И именно в этот момент я начал, то есть я постепенно, я просто ловил. Все эти кадры, которые вы видите, это все стопроцентный жанр, стрит, репортаж. То есть они не инсценированы, не установлены, они пойманы в жизни. И с этого я начинал, с того, что я ловил. И это, кстати, классные фото, они прекрасные совершенно, почему нет. Вот. Иногда, вот портрет бабушки в Японии, когда первый раз поехал в Японию, это было очень давно, 20 с чем-то лет назад. Вот эта бабушка, она не очень большая. Но она здесь, несомненно, главная. И мы знакомимся с ее личностью. Хотя она маленькая, с палочкой она очень строгая и сильная. Она ждет автобуса, когда же он приедет, потому что у нее нет машины. Или вот такая картинка, да. Смотрите, здесь модель, она, можно было бы скадрировать этот кадр по-другому и получить модель очень крупно, да. Но здесь она небольшая. И огромная роль играет здесь ракурс на архитектуру. Вот этот кран, который висит сверху. Или вот здесь такая история, чей даже это портрет, да. Это люди о ком-то говорят, и мимо проходит такой темный силуэт, потому что они вспоминают кого-то, сидят где-то на вокзале, ждут своего поезда. Вот, но бывает и такой, конечно, портрет, который более... Ну вот прям вот слева это замечательный МС Спышкин встретился на улице, бах. Справа это жена и ребенок моего друга. Где-то в Петергофе мы гуляли, и я вот щелкнул. Это все пленочные кадры в основном. Бывает, просто идешь по улице, смотришь, свадьба какая-то. Вот девушка идет тоже с выпускного. Вот парни решили, прям на стрелке. Вот кто-то голубей выпускает, на них смотрят. Вот, смотрите, можно сказать, что я был свадебщиком еще до того, как я стал свадебщиком, потому что я щелкнул из-под тяжка какую-то пару. Люди бегут. А вот это портрет или нет этих четырех человек? И что это? Спина, например, спиной. Когда человек, например, спиной, считать это портретом или нет? Интересный вопрос. Короче говоря, короче говоря, зачем я все это показывал вам? Определение портрета не должно быть каким-то супер узким. Наверное, портрет это кадр, который рассказывает про человека. И поэтому давайте договоримся о некой свободе. То есть нам интересно не сужать границы, нам интересно их расширить, нам интересно понять, что такое портрет в самом максимальном смысле. И для меня портрет это рассказ о человеке или его свойствах практически любой. Даже если он выполнен в виде фигурки или спины. Но если моя цель как фотографа была рассказать что-то вам, зрителю, дать почувствовать именно об этой личности, об этом человеке, об этом персонаже, об этом маленьком человечке, может быть даже маленькой этой старушке японской. И какие вещи, из чего он складывается? То есть что играет роль в нашем восприятии? Какие инструменты мы можем применять? Что нам нужно в портрете? Зачем следить? С чем работать? Чтобы было классно. Эмоции, несомненно, играют большую роль. И как раз очень много портретов, которые неудачные. Они неудачные не потому, что там модель плохо светили, или ее как-то неудачно скадрировали, или еще что-то. Нет, они неудачны по одной простой причине. Потому что эмоция этого человека не хороша, неуместна какая-то, странная, деревянная, напряженная. Короче говоря, эмоциональная фальшь, если так можно сказать. Эмоция является проблемой. У огромного количества фотографов все остальное в принципе норм. Значит, смотрите. Ну еще, да, объем и экспозиция. Потому что вот свет тоже очень хорошая вещь. Он дает настроение. Мы сегодня посмотрим примеры. Он что-то показывает, что-то скрывает. Правильное освещение передает эмоцию. Плохое закрывает, портит этот блин на лице. Ракурс, под которым мы смотрим на человека. Вспомните эту девушку, которая стоит в позе Гагарина. Именно ракурс создает историю. Композиция, то есть соотношение между человеком и фоном, как он с ним пересекается. Окружение и фон вокруг него. Одежда и образ, конечно, тому, может, у него прическа. Там еще какие-то нюансы этого человека. Как он пострижен и побрит. Действия, которые он делает. Вот это все вместе является составляющим портрета. И взгляд – это часть эмоций здесь. Я даже не стал, как это сказать, расписывать. Потому что эмоции – это и взгляд, и другие элементы. Но все вместе – это эмоция. Но интересно, что все это является не целью, а лишь средством. И если думать глубоко и думать со стороны именно результаты воздействия портрета на зрителя и зрителя, то самое главное – это вот эти четыре пункта. То, что слева формирует и создает, мы используем инструменты, которые слева. Мы работаем с эмоцией моделью, со светом, с объемом, экспозицией, ракурсом, освещением, композицией, окружением, фоном, одежду, может быть, подбираем, может быть, нет, образ. Действия какие-то сами происходят или мы их режиссируем. А результат такой, что зритель видит какие-то ощущения настроения. Он, скажем так, признает или не признает некую красоту. Красота, как известно, в глазах смотрящего, и это такой процесс. То есть человек должен почувствовать, что он должен почувствовать какую-то красоту. Поэтому это тоже, красота – это тоже ощущение внутри вас. Потом оценка человека какая-то происходит. Например, статусность, да, то есть вот хорошо он одет или не очень. Какая-то еще может быть информация. Например, мы можем глядеть на картинку, и у нас возникает некая информация. Ну, например, мы там понимаем, что этот человек, он чем-то занят. Ну, вот он, допустим, водитель, или он учитель, или у него хобби какое-нибудь есть, или он животных любит, или не любит, или он злой, или еще что-нибудь. То есть какая-то информация. Вот это реальные цели того, что вы делаете. И очень важно у себя в голове это разделить и сказать себе честно. Поэтому наша цель – то, что называется выразительность. И всегда фотографии, вот даже обучая именно технической фотографии, то есть обучая свету, экспозиции, цвету, там, текстурам, резкости, вот куда-нибудь, вот обучая таким простым вещам, я всегда держу в голове главную цель, что все это делается не само ради себя, да, не как-то в воздухе, а это все делается ради именно выразительности. То есть чтобы выразить что-то для зрителя, чтобы он что-то почувствовал, ощутил. И в портрете это, наверное, вот такие вот истории. Ну и, в принципе, если быть честным, информация – это вообще все, что угодно. То есть может быть, например, история. История про человека, или его страдания, или его радости. То есть здесь абсолютно это бесконечно. Можно все, что угодно рассказать, да, вот этот самый рассказ, этот самый текст, но не текст. Так, еще раз, наши инструменты для этого. То есть у нас есть такие инструменты – эмоции, свет, объем, экспозиция, ракурс, композиция, окружение фон, одежда и образ, действие. Это основные инструменты, с которыми, в принципе, сводится большинство работы портретиста. И у нас есть еще два этапа, когда мы можем этим заниматься. Это до съемки и на съемки. То есть до съемки мы можем что-то закладывать, да, каким образом. Сейчас мы обсудим подробно по пунктам, не переживайте. И на съемке мы можем с чем-то работать и что-то закладывать. Ну, вообще, если быть честным, все еще сложнее, потому что вот так я… Во-первых, существует еще и после съемки. Там играет роль, конечно же, выбор фотографий, обработка, раскладка этих фотографий как-то особым образом. Да, то, что называется билд-редактирование или визуальная поэзия. У меня целый ролик об этом есть. Подача их, как все это подать, подписать и подать людям. У нас делится на три зоны. До съемки мы работаем, выбирая какую-то локацию. И не только локацию, но время и условия. Потому что важно не только место съемки. Важно, например, там светло или темно, в какое время и так далее. Образ героя, конечно же, да. То есть кем у нас будет, как он будет одет, что там будет происходить. И сцены и действия. То есть желательно заранее еще до съемки даже предположить, что… Не какой-то один вот придумать кадр. Вот у меня есть модель, вот у меня есть там, не знаю, комната в студии. Ну все отлично. А там на месте что-нибудь сделаем. А вот заранее подумать, а что вообще этот человек может делать. То есть какие его действия, эмоции уместны и хороши будут. И придумать себе не одну картинку, как большинство фотографов, которые идут снимать портреты, они придумают одну картинку себе в голове. И, соответственно, вот нужно придумать вот эти вот вещи. Да, это до съемки можно об этом поработать. Вы мне скажете, да ну, а что, какая разница? Ну вот у меня есть модель, вот у меня есть локация, пойду и поснимаю. Да, многие так снимают в жанре фотопрогурки, ничего не придумывая, не прорабатывая до. Но это очень сильно портит результат, поверьте мне. Сразу видно вот эту вот майлку, одинаковость и так далее. Дальше на съемке что вы можете делать? Да, можете работать с локацией. Ну что-то подвинуть, убрать, решить, что у вас в кадре, что не в кадре. Все, что угодно можно сделать. Вот, а потом работа с образом героя у вас может быть, да. То есть вы ему как-то одеваете, раздеваете там и так далее, меняете что-то в нем. Работа со сценой, то есть каждую конкретную сцену, где он находится, что он делает. Конечно, там есть выбор оптики, там ракурс, композиция, вот это все решить, откуда и как снимать. Дальше там параметры вы настраиваете. Ну и, собственно, вот ловите те самые действия, эмоции, моменты, возможно, взаимодействуете с человеком, не только чтобы он сам там что-то делал, да. Ну вы ему и говорите примерно, что должно быть. Вот. Ну и после, после вот это. Вот есть куча, поэтому портрет это такое достаточно большое мероприятие, в котором есть много моментов, над которыми можно поработать. Не думайте, что это просто вот выйти и нажимать на кнопочку. Хотя многие, конечно, у нас уровень фотографий не очень глубокий образованности, и есть много людей, много там блогеров, каких-то фотографов, которые достаточно популярны, которые гораздо примитивнее подходят, да, к процессу портрета. Вот. Но это сказывается потом на результате, как ни крути. Начнем про условия. Смотрите, подход очень интересный у меня в этом плане. Я об этом всегда говорю, но я очень часто говорю, что самое важное фотографу, это создавать себе условия для успеха. И давайте обсудим вот те условия, которые можно создавать еще заранее. Время и длительность съемки очень важно. Во-первых, когда, потому что днем один свет, вечером другой, потом совсем темно. То есть нужно внимательно понимать время фотосессии, и особенно как раз зимой это играет роль, потому что темнеет, утром темно, вечером темно. Вот. Поэтому даже снимать в помещении свет из окна тоже зависит от времени. Поэтому очень хорошо надо понимать время, да, когда вы будете снимать этот портрет, и длительность, которая вам нужна. Огромное количество проблем связано с тем, что люди очень торопятся, не дают себе достаточно времени, чтобы модель адаптироваться. То есть люди что-то арендуют студию на часик, не успевают, психуют, все получается. Вот. Короче, время и длительность съемки – это важные вещи, о которых стоит подумать заранее. У кого опыт большой, конечно, им проще. Но опыт тоже такая штука. Если вы снимаете разнообразно, они все время там в одном углу, одно и то же с разными моделями, то, возможно, ваш опыт с предыдущей съемки не пригодится на следующий, настолько, насколько вам бы хотелось. Дальше. Место или места. Выбор мест. Сейчас я покажу примеры и расскажу. Это очень важно. Место иногда красит человека, чтобы там не говорили. То есть выбрав крутое место, не обязательно самое красивое или дорогое. Сейчас мы посмотрим кучу разных примеров. Но выбрав хорошее место, вы во много-во много раз улучшаете комплементарность восприятия героя, даже если он там в трениках все равно в этом месте стоять будет. Вот это очень важный момент, да, место или места, где снимать. И когда люди наплевать, с кем-то относится, это очень плохо. Здесь нужна школа как раз пейзажная. Нужно чувствовать именно пейзаж, чувствовать задник отдельно, да. Может быть, какой-то стейджинг или декор. То есть, в принципе, не грех иногда что-нибудь подвинуть. Может быть, даже что-то с собой притащить куда-то. Ну, вот пресловутый рояль в кустах где-то там или в поле, да. Иногда и это бывает вариант. Хотя бы стул, да, вывести в пустырь. Одежда, прическа, макияж, грим, конечно, над этим тоже очень плохо работают часто. То есть тут фотографы делятся. Есть часть, которая, в частности у меня получилось, которая прорабатывает одежду заранее, думает о прическе, макияже. Есть, которые нет. Когда я снимаю вместе в местах, в таких играх я уже был, видел, как там все по свету и прочему, и был при этом в это время. То есть очень часто я скаучу или посещаю локацию, я стараюсь, в особенности коммерческая съемка, я никогда не сделаю коммерческую съемку практически в месте, где я первый раз. То есть обычно я уже там был, я видел, я приметил что-то. Это очень полезно заранее сделать, это скаутинг мест. Причем я прикидываю не только на уровне, я буду снимать вот здесь, но я сразу понимаю, я буду снимать в эту сторону, вот это у меня будет в кадре, а в ту сторону я не буду снимать. Потом я сниму вот у этой стены там и так далее. Аксессуары, артефакты, это тоже очень все важно, потому что какие-то мелочи, детальки, они бывают прикольные. Может быть, надо что-то можно в руки дать. Единственное, что очень многие фотографы работают... Кстати, отличие от аксессуаров, от артефактов я сейчас объясню. Артефакт, он имеет какой-то смысл, это, например, как палочка у Гарри Поттера. А аксессуар он просто дополняет. Ну там часы, ну какое-нибудь украшение, шляпа. То есть он как бы аксессуар, часть образа, артефакт, что-то отдельное, типа пистолета, что играет свою роль. Ну и эмоции и действия, собственно, тоже заранее можно продумать, придумать и делать. Так что, товарищи, создавайте условия. И сейчас давайте посмотрим и обсудим этот вопрос на примерах, как раз на тему создания условий. То есть очень хорошо, если вы заранее отскаутили место. Сейчас я показываю примеры своих работ и расскажу эту кухню, связанную с созданием условий и обстановки. Просто, чтобы вы поняли, как это делается, хотя у меня достаточно ненавязчивые картинки зачастую. То есть они не спрямляются, как прям такая натуженная постановка. Посмотрите на эту картинку, что здесь есть с точки зрения подготовки. Во-первых, может показаться, что это, типа, некомфортные условия. Машина едет, дорога, модель лежит. Но, интересно, смотрите, это захолустит, то есть вот этот поворот. И специально я выбрал этот поворот, чтобы был такой ракурс, чтобы дорога не была тупой. Она как бы поворачивает за угол, и там сложные какие-то вещи. Дальше, это наша же машина. То есть эта машина не едет, это обман. Это машина, на которую мы приехали. Мы ее специально поставили, включили фары и композиционно выверили все так, чтобы машина была на заднем плане. Но понятно, что если бы это было реальное движение, реальные автомобили, то это было бы некомфортно и гораздо хуже. Дальше, посмотрите, у девушки платье, то есть она в платье и в туфлях. То есть это тоже вот работа. У нее есть прическа, у нее есть макияж, у нее есть платье. И именно это на локации и создает такой интересный контраст. Это такая новая, современная Анна Каренина, такая в каком-то смысле. Есть эмоции здесь. Тут есть работа с экспозицией, есть работа со светом. Девушка явно выделена на фоне всего, что происходит. Правильный выбор времени. Очевидно, что это уже вечер. Видите, фары, они уже достаточно сильно выделяются, но еще не полностью темно. Это точно вот этот час, когда вот так хорошо. Здесь такая девушка не из нашего времени, у нее есть меч. И под этот костюм, да, вот был вот этот костюм такой некий. И под этот костюм подбивается место, да. То есть какие-то такие камни темные, что-то такая, какая-то замковая история. Соответственно, здесь нужно держать в голове вот это вот все. Вот, вот ковбойская история. Тут все достаточно локально, достаточно локально. Но здесь есть, правда, очень хороший свет такой сделанный. Он хотя сделан в студии, это студия. Но здесь есть небольшая хитрость. Во-первых, фон сзади, это не классический студийный фон, а такая ткань определенная грубая, которая создает такое впечатление, скорее, ну, нет ощущения, что это прям вот студийная фотка. И освещение такое жесткое, скорее похожее на солнце или какую-то жесткую лампочку, оно тоже не дает ощущения какого-то студии. Большинство людей, где они фотку, они не вспоминают студию, скорее вспоминают его словно в какой-то локации. Вот, ну, это так сделано, но это студийная съемка. Как здесь собран этот образ, да? То есть, что здесь нужно? Вот грубая одежда, вот это у него рубаха, вот это пальто, на нем не пальто, как, не знаю, сказать, такой брезентовый. В смысле, это брезентовый пожарник такой есть, плащ, да, брезентовый. Вот, шляпа это, там такая еще банданка есть. И самая интересная вещь, да, это мелочи, правильно, смотрите внимательно на мелочи, он запачкан. Мы сделали хитро, он несколько дней не мыл волосы специально, чтобы мы пришли в такую кондицию, плюс еще мы их масло на носили. Дальше мы нанесли на него грязь, и поверх грязи мы нанесли тоже масло немножко, ну, типа Аля Джунсонс Бэби. Мы создавали образ вот такого ковбоя, который много дней не мылся, скакал на лошади, там жара, грязь такая, вот это вот все ощущение, очень такой дикий запад. Вот, и даже через такие мелочи в портрете можно рассказывать историю, но это надо продумать, создать заранее, то есть это вряд ли само родится на месте уже, если вы уже просто, вот, есть человек, и вы его уже фотографируете. Вот тоже история о том, как создается, да, некая драматургия, именно подготовка образа. То есть, допустим, понятно, что это сумка Яндекс.Еды, да, понятно, что это аллюзия на Иисуса в пустыне, и такой человек, вот он с бородой, у него такой вид, да, соответствующий. И забавно, что при этом на нем одеты, по сути дела, спортивные штаны и адидасовский халат такой, вот. Но при этом задается впечатление такого образа, что длинная одежда и Яндекс.Сумка, да, такой библейской, вот, который всех накормил, это Яндекс.Доставка, и он всех накормил. Вот, и это очень интересно, то есть, здесь тоже, вот, выбрана локация и время, это вечер, это пустыня такая абсолютно. Очень круто, я поймал вдали вот этот едет грузовик, который там, он постоянно регулярно проезжал, я такой, надо прямо вот с грузовиком сзади, вот в этой пустыне, где-то вдали едет грузовик, и выносит нас за скобки от ситуации. Модель здесь есть, не ваше секрет, модель подсвечена искусственным светом. Иногда условия это что-то совсем простое. Локация очень четкая, где из деревьев такая туннель, в котором находятся модели. Получается, что со всех боков свет ограничен, а спереди на нее идет такой мягкий объемный свет, она словно под сенью деревьев, здесь их не видно в кадре, но они есть. И дальше там задний план такой, вот. И, соответственно, здесь блузка, да, которая сама по себе дает такое настроение, фактуру очень легкая, воздушная. Здесь прическа, состояние волос на данный момент, то есть помыты они, не помыты, насколько они текстурированы, у них есть объем. Вот, ветер, да. И вот эта вот очень еще, кстати, классная штука, которую я часто использую, это экспозиция. Многие тоже фотографы, они почему-то считают, что нужно всегда все снимать с одинаковой экспозиции. Ну, то есть, что кожа должна быть светлой, вот как у меня сейчас, да, одежда должна быть темная, и должен быть вот контраст между этим перепадом и так далее. Но я люблю использовать экспозицию тоже как выразительное средство. То есть экспозиция и свет очень клевые, они выразительные. Они могут, соответственно, строению, они дают настроение снимков. У меня очень много снимков, где именно экспозиция. Здесь тоже чуть темнее, чем средний, да, ни вечер, ни день. Здесь, то есть, здесь вот яркая более девушка. Вот это настроение, оно, в частности, зависит от того, насколько яркая кожа в основном, да, то есть мы по коже сверяем примерно ощущения темнее, светлее. И не обязательно кожа быть ярче среднего. Она может быть среднего, может быть даже чуть темнее среднего. При этом эта эмоция лучше передает. Здесь эмоция такая, даже не улыбка в 32 зуба, и вот эта эмоция немножко такая задумчивая и устремленная в сторону, куда волосы полетели. Ее хорошо передает как раз такой неяркая экспозиция. Я уже тут слышал, что я экспозицию не умею ставить правильно, раз у меня фотографии все иногда темные. Я вижу выразительное средство во всем, абсолютно во всем. Просто посмотрите, я еще покажу пример. Здесь выразительным средством является окружение. И это вот тот случай, когда человек вписывается в окружение, и вот эта мечеть, и вот эти люстры висящие. Основная идея – это фокусировки в центре на этом объекте. То есть это как раз такая, можно сказать, скорее пейзажная работа, или интерьерная, где абсолютно четко в этом помещении есть симметрия, есть вот эта фокусировка этой люстры, которая готова ударить, как бы бьет в центр. И расположение человека совершенно четко, конечно, здесь диктуется этим. А его вот наряд, он диктуется и в целом эстетикой мусульманской, и, ой, извиняюсь, черт, нажалось немножко не так. Вот. И еще диктуется вот тоже формой. То есть есть такая рифма «шапка и люстра». И они как бы друг с другом так противостоят, в общем. Есть история, связанная, например, с цветами. И очень многие считают, что цвета – это подбор цветов при обработке. То есть потом красят свои картинки, то, что называется красить, покраска. Вот. Но в моем понимании цвет – это очень во многом подбор вещей, мест до съемки. То есть если у тебя синяя вода, то надо купить желтый полиэтиленовый плащ, одеть его на модель, и таким образом создается игра света. Опять же, то есть это вопрос снова подготовки. Это вопрос того, что делается заранее. Теперь мы подошли к следующему вопросу. Вопрос работы со снимаемым. Первое. Контекст и знакомство. По-хорошему, по-хорошему, стоит познакомиться с тем, кого вы фотографируете, и что-то о нем узнать. Даже если вы будете делать просто его фото на паспорт, блин, или у вас какая-то своя идея, которая никак не соотносится с этим человеком, и в этой идее у вас есть свой образ, там, допустим, у вас в голове свой персонаж, да, этот человек просто модель, которая будет исполнять его роль. Ну, вот он просто похожий по нужному типажа. Надо встретиться с человеком, познакомиться и пообщаться. Потому что это важно для вас. Тут здесь много сторон. Много сторон. Вы что-то о нем знаете. Это уже лучше, если у вас пусто в голове на его тему. Он уже как-то с вами пообщался, вам что-то рассказал. И между вами устраивается некий мостик доверия. Это тоже очень важно. Потому что человек будет себя чувствовать на съемке по-другому. И то, как он себя чувствует на съемке, потом на результат показывает. Если вы не точно знаете, что вы с ним хотите снимать, вот к вам пришел какой-то заказчик, то ваше знакомство может вас натолкнуть в жизни. То есть одно дело социальной сети. В жизни вы на него посмотрите, у вас появятся какие-то ассоциации, может быть, с каким-то героем. И тогда вы уже сможете понять и почувствовать, какой образ ему подойдет. То есть какая одежда, какое настроение. Может быть, место. Место вы поймете. Это очень-очень хорошо работает. Поэтому вот это важный совет, классный совет совершенно. Познакомиться с человеком. И действительно, это как бы надо. Вот один и тот же человек, Лера. Это я недавно делал съемку как раз, назвал ее принцессой цирка. Там еще есть картинки ребят с форматной камеры. Посмотрите у меня в телеграм-канале, очень красиво. Вот здесь мы, человек одет каким-то образом, находится в каком-то месте. И мы сразу воспринимаем некий сюжет. Ну, плюс название еще принцесса цирка, да. То есть вот эта вот история. Здесь создается, кстати, обратите внимание, сочетание цветов, это обычно, да. И вот тот же человек, но по-другому подали. То есть другое место, другая одежда, другой образ. Вот я эту съемку в шутку назвал «Вождь». Вот есть эти девочки, сестры две, да. И съемка с двух частей. И в одной части они такие, как герои. Здесь такая смесь. Здесь похоже на героиню Уэса Андерсона и похоже на героиню из фильма «Сияние». Две девочки, помните, сестрички там были. Здесь вторая часть, здесь немножко по-другому. Тут такой бодуарный закулисный свет. Это похоже на такого Ирвина Олафа или что-то подобное, да. И последняя часть, она такая вне времени, черно-белая, в таких грубых простых платьях, которые отсылают нас к эпохе такой великой депрессии в чем-то. И съемка тут соответствующая, да. То есть локация, время, свет, обработка. Тут нет обработки особо, но перевод в ЧБ. Вот сейчас еще тоже покажу на тему знакомства. Я хотел просто еще один маленький тоже пример. Вот есть такая вот серия, она сейчас, может, кому-то шокирует, но окей, почему нет. Значит, эта серия называется «Парень из Мариуполя». Соответственно, здесь есть герой, есть человек, который пришел ко мне фотографироваться, да, и он заказал съемку. И сперва мы знакомимся с человеком, узнаем его контекст, да, то есть его историю личную. Вот у него есть личная история трагическая, там, со своими нюансами и так далее. И эту историю мы показываем. То есть фактически мы снимаем портретно, да, но снимая портретно, мы показываем эту историю. Так или иначе, образы, которые есть, кадры, которые есть, они как бы не пустые, они рассказывают, пускай это символизм, то есть это не в лоб, это не типа сперва было это, потом было это, потом было это. Это скорее такой набор состояния, да, там, вот нахождение между жизнью и смертью, как там снаряд попал в его дом, потом как его откопали, там, вот, вытащили, там, вот как он лечился, реабилитировался, потом там его вот состояние, да, как бы какое-то. Ну и что мы еще вот со снимаем работаем, да, нужно с ним познакомиться, узнать. Нужно, конечно, для себя сформулировать какое-то послание и цель съемки. То есть если я делаю съемку про девочек, я несу там одно настроение про них, рассказываю. У меня есть в голове всегда вот мое послание зрителю, да, мораль, вывод. У меня есть настроение съемки, которое для меня тоже определяется, да. Дальше из этого настроения вытекают действия эмоций этого человека, вытекает одежда и образ, вытекает уже режиссура конкретных сцен. То есть, да, вот эти вот сцены, которые мы здесь видим, да, он в белом такой, в черном лежит. То есть такой выбор, да, две двери налево или направо. И дальше уже идет режиссура конкретных сцен, ловля момента и так далее. И самое главное внимание еще, поймите, я вот сразу расскажу, есть такие вещи, огромные проблемы с ними, потому что очень важно, кто ты. Люди все это чувствуют, даже если человек не профессионал, он не разбирается в фотографии, он все равно чувствует. Вот. И очень важно ваше отношение к тому, кого вы снимаете, потому что он это чувствует. Очень важен комфорт для него. Причем комфорт, это не обязательно связано с комфортом бытовым. То есть ему может быть холодно или неудобно, он вообще там может голый по улицам города бегать. Но должен быть какой-то комфорт между вами. То есть у него должно быть комфортное это мероприятие и комфортно с тобой быть, как фотографом. И это очень важная история, и многие об этом не умеют. То есть очень многие оценивают только картинки, но не оценивают личность фотографа и процесс съемки. А это тоже экспириенс, и это очень клево. Очень важна доверие и уверенность. То есть тебе должны доверять, и ты должен излучать уверенность. И если модель видит уверенность, то получается клево. А если она видит твои сомнения, что у тебя что-то не получается, какая-то фигня, то и у нее получается не клево, и все это читается через фотографии. И да, существует какой-то кнут и пряник. В смысле можно поощрять. Можно говорить, что вот это не очень было, а вот этот момент был классный. То есть по ходу съемки можно обучать модели и держать с ней нормальную обратную связь, и не стесняясь, не надо ее только хвалить. Если она делает что-то не то, можно нормально сказать, что это что-то не то, или это не очень выглядит. Давай сделаем по-другому, попробуем так. Вот там было хорошо, а тут плохо. То есть направлять и ориентировать в нужную сторону. Если хороший фотограф, и он грамотно работает в этом смысле с моделью, то они очень быстро начинают двигаться в нужную сторону. То есть в начале съемки у тебя больше работа, а дальше уже все происходит само практически. Вот, то есть какие-то вводные давать и управление делать, тоже что-то говорить, там подвинь руку, там то есть все. Такая жанровая. Но она может быть инсценированная, то есть ты можешь сказать это сделать, ты можешь что-то срежиссировать. Откуда ты это взял? Ну, может ты когда-то это в своей жизни видел, или сам испытывал, или еще что-то. У тебя есть какой-то опыт, вот это, кстати, очень важный опыт, да, и ты можешь пускать людям это сделать. Получается офигенный совершенно кадр, построенный именно на действия. Есть, конечно, место импровизации. Не грех, ну, почувствовать, где что-то своя модель предлагает, или делает, или что-то само происходит. Тоже не надо все жестко держать себя в клещах. Всегда есть время отпустить, и поимпровизировать, и попробовать. И есть такое понятие, как вайп или настроение. Вот я тоже недаром показал вот эту картинку, она вся построена именно на вайбе. То есть вроде это просто какой-то жест, да, какая-то ситуация. Вот парень схватил девушку на руки, а она машет нам. Это некий вайп. Хотя сама локация там не какая-то супер. И вообще нужно понимать, а вот что нравится тому, кого снимаете, да, а что нравится других в нем может понравиться. То есть что в этом человеке прикольного, что надо взять и показать, донести зрителю. Вот это все, это хорошая работа со снимаемым. И в частности это связано и с позами, и эмоциями, и связано с образами, локациями, как его подготовили. Это уже все следствие. Начинается все вот с этого. Есть такое понятие вайба. То есть вот в этой съемке, она сделана на полароиде, в ней есть какой-то вайб 70-х годов. Что-то такого не из нашего времени, вот 70-е, 80-е. Как будто это немножко в прошлое отправляется. И вайб это вообще очень тонкая история. Она связана и с тем, что... Ну, то есть это иногда даже словами тяжело описать, да, но люди должны это почувствовать. Вот. И в моем понимании он формируется из конкретных вещей. То есть конкретная локация, опять же, конкретная одежда, конкретная техника, используемая для съемки, которая тоже придает свой ретро вайб. Но начинается все именно с понимания этого вайба. То есть ты идешь доставать именно такие картинки, а не какие-то другие. И модели ты об этом говоришь, да. И вот здесь очень важно понимание и коммуникация, потому что для хорошего вайба фотографии должно сложиться, чтобы он был в тебе, в том, кто снимает. Модели, которые снимают вместе, везде. Он должен присутствовать везде и раствориться. Значит, позы, эмоции. Что здесь есть? Ну, да, мы часто очень признаем, что есть красивые и некрасивые позы. Кроме того, есть естественные и нет. Интересно, что некоторые люди, они ставят знак равно, и мне кажется, это немножко неправильно, потому что, ну, не все естественные позы красивые, не все красивые позы естественные, не все, что красиво естественно, не все, что естественно красиво, это очевидно, сходите в туалет, покакайте. Соответственно, здесь есть два критерия, да, вот красиво-некрасиво, естественно-неестественно, и оба оцениваются. Ну, кто-то хочет, чтобы было обязательно красиво и естественно, Но, кстати, не обязательно это так надо, есть жанр, где достаточно вычурные какие-то позы и жесты воспринимаются красиво. Интересный вопрос, откуда эту самую позу взять? Здесь есть разный подход. Сперва, откуда эта поза рожается, может быть, от модели, может, от вас, может, от сюжета вашей съемки, может, даже с референса какого-то, вот. А дальше уже, ну, может, от действия, да, которое она делать должна. А дальше эту позу нужно еще раскрыть и с ней поработать, чтобы она была красивой и классной на фотографии. Потому что далеко не все позы, которые в жизни происходят правильно, они выглядят хорошо. И, соответственно, дальше еще, когда уже поза готова, надо еще поработать и с эмоцией. Даже вот в очень простой портретной съемке, вот здесь тоже, кстати, смотрите справа, это как кукла, руки опущенные. То есть позы тоже бывают выразительные. И бывает интересно. То есть, как бы, не обязательно поза должна быть красивой, да, но она может быть выразительная, она может быть интересная, может, что-то передавать, какое-то ощущение состояния человека. И это прямо такая история рассказывается. Вот здесь, смотрите, да, то есть очень простой портрет, практически вот в рамках концепции портрета головы, да. Но смотрите, какое здесь идет разнообразие по позам. То есть слева человек что-то думает, он как бы говорит, потом правее он ушел в себя, и он так собрал руки. И это такая внутренняя концентрация. Здесь мы концентрируемся на слезах, и здесь не нужно никаких рук и ничего. Но здесь прикольно задник такой, ракурс немножко снизу, и дает сзади вот эту структуру размытую, которая тоже создает такое окружение. Тут у него вот интересная поза, он стоит как такой проповедник, да, раздвинув руки такой, стоит на кресле, и такой, пойду я отсюда. И справа он вышел на улицу, у него там руки в карманах, на него снег летит, и пошел куда-то, да. Здесь движение, то есть движение, здесь поза не самая красивая, но она действительно естественная, если человек будет идти и смотреть в сторону, он будет действительно так выглядеть. Вот здесь, например, да, как с парочками. То здесь вообще становится очень интересно, потому что и поцелуй может по-разному выглядеть, да, там, и вот как она сидит, смотрит, как он на ней лежит, там, вот здесь вообще очень интересно, да, здесь по сути мы видим букет и парня, а девушке только нога и рука, но она его как бы обрамляет. Вот здесь вот смотрите, тут вообще такое, он ее просто зажал в угол и целует, но это снято через зеркало. Здесь даже мы, наверное, уже начинаем говорить о таком киношном кадре и построении подачи, да, как она его показывает. Здесь вот движение, да, то есть люди тоже идут, и фотограф идет как бы параллельно с ними и снимает их на ходу. Здесь нужно поймать красивую фазу движения. Клевый ветер волоса, клевая нога у девушки такая на шаге. Они, кстати, синхронизированы в своем шаге, это забавно и важно здесь, да. Очень разные могут быть вещи, вот тоже слева это такой омаж, посвященный кадру известному из влога сентябрьского, да. Здесь тоже фотограф прыгает и девушка ему позирует, а справа это эта же девушка, но она где-то вот в каком-то туалете закулисном, да, и она испытывает какую-то странную эмоцию такую, и мы смотрим, наблюдаем за ней через зеркало. А вот человек с велосипедом, тут кажется очень простой кадр, но в нем собрано сразу несколько интересных решений. Во-первых, люди в костюмах не ездят на велосипедах, да, и это такой конфликт некий. Во-вторых, при этом это стильный классический велосипед и стильный классический костюм, то есть так забавно, это классика и то и другое. Вот, и там при этом сзади за ним вообще какая-то недостроенная фигня, то есть такое странное очень место, то есть что он делает за своим велосипедом вот здесь, в этой галерее, вообще непонятно. То есть, как ни парадоксально, это такой кроссовер из трех несовместимых вещей, которые вместе создают как раз интересную историю. Вот тоже, кстати, про сюжетность и историю, да, то есть, ну, есть некая вводная, вот нужно снять портрет парочки ребят, и если их снимать просто, как парочку ребят, это может быть скучным, не клевым, и поэтому можно сделать некую легенду, придумать, что они вот парочка музыкантов, вот они на репетиционной точке, чего-то они там развлекаются, пробуют, поют, да, на этом ковре, прям такая классическая репетиционная точка, и происходят какие-то вещи, снято это в таком практически по рации стайл, такой вспышка в лоб, да, такая, как бы, как на мыльницу, вот, в движении в экшене. И это гораздо лучше, чем просто вот, ну, вот эта девушка, смотрите, у нее есть эмоция, что-то происходит, движение. Это классный портрет, он не становится просто таким формальным изображением лица. Я хочу пока поговорить о композиции, и здесь есть вот четыре момента, в принципе, несложных абсолютно. Это отношение модели и фона, сколько фона, а сколько модели, да, то есть меньше она или больше размером, с чем-то она там склеится, поглубже она там или поближе к нам, вот это вот отношение между моделью и фоном, да, фон — это красивый пейзаж, модель — это объекты, они перетягиваются друг на друга, вот, и вот этот баланс, в большинстве случаев он очень, ну, то есть фотографы выбирают баланс в пользу модели. Обычно, что людей фотографируют как справа, вот, сейчас покажу, вот, нет, черт, вот, как справа. А можно фотографировать как слева, когда больше окружения, оно начинает играть роль, но для этого нужно под зеленый такой настрой, то есть настроиться, и многие люди просто не чувствуют это, то есть не считают, что это уже не портрет. Нужно научиться отходить от модели, а может быть близко, хорошо, вот, смотрите, здесь темная тональность дает настроение, но там все равно есть задник, он работает, он чувствуется, да, у нее есть поза там, но можно от нее отойти подальше, и она здесь вот будет меньше размером. Можно вообще сильно отойти от модели, да, там, или даже вот ее чем-то закрыть, вот, это вообще очень интересный вопрос, вот, на каком расстоянии, да, вот, например, смотрите, здесь вообще работает помещение, ну, это известная история про Бэнкси и его помещение, или вот тут вот, да, много травы, девушка небольшая. Вот это все отношения модели и фона, да, будет она на переднем плане или интегрирована в предметы, будет она большая или будет она маленькая. Не бойтесь, делайте по-разному, играйте. Всегда есть хорошие нейтральные фоны, как вот здесь, на которых модель может быть очень маленькой, и, несмотря на это, это будет смотреться органично и хорошо, то есть она не будет теряться, не будет забиваться фоном. Важно очень, чтобы фон ее не забивал. А тут интересная локация, да, и стейдж дизайн. Здесь модель тоже с фоном, она интегрирована с этой оградой, но она как бы на переднем плане. Есть, во-первых, отношения между ними по размеру, по балансу, да, кто больше, кто меньше. Есть роль ракурса, то есть снизу мы смотрим, сверху, сбоку или еще как-то. Есть роль фокусного расстояния. Фокусное расстояние меняет восприятие, когда оно широкое, модель менее значимая. Когда она телевик, даже если за ней много фона, она становится все равно какой-то более фокусировочной, выходит на передний план, да, то есть еще объектив играет роль. Ну и роль кадрирования. Главный вопрос – это эстетика. Вот, кстати, тоже видите, это как она вписана в место, то есть слева она вписана в эти листья, больше на прямом плане, да, на двереньем. Справа она меньше там под деревом, да, и вот она левее дерево. Но она находится на фоне травы, то есть ее не смешивается с деревьев или с чем-то на заднем плане, она при этом отделена хорошо. Даже маленького человечка надо уметь отделить. Вот. А здесь она уже переплетена, но все равно ее видно за счет контраста. Здесь игра между моделью и кораблем, но интересно, что она здесь является главной, хотя она с краю, да, вот очень такое неправильное кадрирование, странный баланс для портретов в классическом понимании. Но что здесь сделано? Стекло мокрое, и поэтому получается как бы там, а здесь, ну, там один мир, здесь другой. Этот мир важнее, он на переднем плане. Вот тут она тоже сбоку сдвинута в противовес заднику фону. То есть отношение модели фона – это вообще отдельный разговор. Я очень люблю и кадрирование вот такие смелые, у меня даже вот рука может за краю кадра вылезти чего-то. Я этим самым, опять же, передаю ощущения, стараюсь искать композицию, которая вот ракурс очень снизу, композиция, которая даст, вообще вид из-под воды, да, на солнце, модель всплывает, которая даст ощущения. Особенно нужно учитывать, что в большинстве случаев вы делаете больше одного кадра. Когда вы снимаете больше одного кадра, только хорошо, когда у вас есть разнообразие. Если вы все время будете лупить только одинаковые картинки, то это будет скучно. Ну, и вот разнообразие – справа ближе, слева дальше. Вот это банальное разнообразие при съемке, оно уже очень хорошо работает в вашу пользу. Ну, и вообще, ваша личность – очень важная штука. Мне кажется, что в любом виде фотографий, вообще в любой деятельности, вот, успех определяется, вот, как характеристиками вашей личности, содержательностью и опытом, если у вас внутреннее содержание, насмотренность, внимание к деталям, богатство культурных контекстов, которые вы знаете, да. Это все очень важно для съемки портретов. Эмоциональный интеллект, то есть самому испытывать эмоции и быть способным показать, видеть эмоции других, распознавать их. Эстетический интеллект, вот, красивый задник, красивая модель, как и красиво совместить, науки коммуникации. Это самое главное. Это вопрос вашего личного развития. Поэтому, вот, мне нравится очень такая фраза, и неважно, это портретная фотография, это фотография какого-нибудь другого вида, если честно, предметная, пейзажная, репортажная. Самое главное в фотографии – кто есть ты. Если ты хочешь сделать свои фотографии лучше, делай лучше себя. Развивай себя, вкладывай время и силы в развитие себя. Вот, поэтому портрет – это, ну, не то, что большинство вам пытается донести и сказать. Это гораздо сложнее и шире. Вот, можете это понимать гораздо шире, и это хорошо. Это здорово. Это делает фотографию снова интересной, разнообразной, потому что в тупом понимании – это вот нейросетки генерят эти портреты. Вот. А в нашем понимании, как раз, да, кривое понимание портрета – это самое классное. Все, пока-пока. А, полное видео смотри по ссылке в описании. И подпишись, чтобы ничего не пропустить.